Всем привет! Меня зовут Леся и сегодня я хочу с вами поделиться одним замечательным рецептом котлеток из Налима. Вот это у нас гость программы. Вот он непосредственно сам Налим. Мы его поймали полтора месяца назад сами и он ждал своего часа в морозилке. Я его разморозила и сейчас будем готовить из него фарш. Рекомендую досмотреть это видео до конца и уж убедиться, что котлеты действительно очень вкусные и аппетитные и их стоит приготовить. Давайте начнем. Первым делом нам с нашу Налима нужно счистить слизь. Он очень склизкий и пока мы ее не счистим, вряд ли мы что-то с ним сможем сделать, потому что его будет трудно и разрезать и порезать. Друзья, хоть Налим казался и большим, на самом деле вот столько всего лишь у нас получилось филе. Я взвесила здесь 600 грамм всего филе и вот такая вот большая голова и хребет остался. Вот это я ничего выбрасывать не буду, из этого я сварю замечательную уху, но чуть позже. Сегодня видео именно о котлетах. Кожу я удалять не стала, потому что она без чешуи и прекрасно все прокрутится, будет очень здорово. Также у меня здесь есть сало, его конечно я не все буду перекручивать, но какое-то количество перекручу. Далее под видео вы увидите количество ингредиентов. Я все напишу. Здесь две луковицы небольшие, либо одна большая и это все мне сейчас нужно будет перекрутить на мясорубке. Друзья, прежде чем я начну крутить наш фарш, я из двух кусочков хлебушка. Вытащу мягкую часть, немножечко вот так вот разберу на кусочки, разорву мякиш и залью молочком. Пока я буду крутить фарш, наш хлебушек пропитается молочком и вот так вот немножечко прямну, чтобы весь хлеб пропитался молочком. Ну а теперь приступим к перекрутке фарша. Чередуем рыбку, лучок, сальцо и так пока все ингредиенты не закончатся. И теперь в фарш добавим одно яйцо. Также наш фарш обильно поперчим по вашему вкусу и добавим хлебушек. Но хлеб нужно немножечко отжать, чтобы не все молоко, которое впиталось в хлеб, попало в наш фарш, чтобы фарш не был слишком жидким. И теперь фарш будем перемешивать, чтобы все компоненты очень хорошо соединились. Котлетки будут очень пышные, невероятно вкусные. И конечно фарш нужно посолить по вкусу и все тщательно перемешать. Ну что, дорогие друзья, давайте лепить котлетки. Берем небольшое количество фарша, катаем из него колобочек, потом этот колобочек немножко приплюснем, обваляем в муке и и вот такая вот кругленькая котлетка у нас получилась. Я поставила сковородку раскаляться. Сейчас она раскалится и будем жарить. Наливаем растительного масла, делаем средний огонь и выкладываем наши котлетки. Котлетки жарим под крышечкой, время от времени переворачиваем. Давайте проверим, как поживают наши котлетки. Какие они у нас уже румяненькие, хорошенькие. Дожариваем их с другой стороны. Давайте проверим наши котлетки. Смотрите, котлетки уже полностью готовы и мы снимаем сковородку. Вот такие у нас красивые, румяненькие получились. А запах просто невероятно вкусный. Друзья, вот такие замечательные котлетки у нас получились. Очень вкусные, очень сочные, очень воздушные, вкусные. Обязательно приготовьте. Если вам рецепт понравился, то буду рада увидеть ваши лайки и комментарии. А с вами была я, ваша Лесь. Пока-пока.